МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Каждый ребенок в своей возрастной группе, каждый под присмотром. Так выглядит образовательный процесс в дошкольных учреждениях Новосибирска, который был приостановлен на время пандемии. Детсады открыты, в поликлиниках снова плановый прием. Как Новосибирская область возвращается к докоронавирусным нормам жизни? Мне сказали, что они шумы там не измеряют. В общем, судитесь. Везде говорят, судитесь. Это издевательство надо мной, что судиться с хозяевами жизни. Шум по ночам и перекрытый проход на участок. Почему пенсионеры не радуют соседству с баром «Оптимист»? Александр Почарников для мира культуры и для Новосибирска. Человек далеко не посторонний. Он работал в нашем оркестре русских народных инструментов, также в театре «Глобус», а в последнее время трудился в Московском академическом театре «Сатиры». Музыкантам филармонии представили нового директора. Как изменится график концертов и когда снова будут действительные абонементы? Вовремя принятые меры по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области позволили не только выйти на плато, но и добиться снижения показателей заболеваемости. К такому выводу пришла главный санитарный врач России Анна Попова. Руководитель Роспотребнадзора сегодня побывала с рабочим визитом в нашем регионе. Мы сегодня видим стабильную ситуацию, а последние две недели улучшающуюся, динамично улучшающуюся ситуацию. Темп прироста 0,6-0,7 – это среднероссийский темп на сегодняшний день. Ситуация, которую область пережила, она, безусловно, демонстрирует хороший организаторский подход и результат на сегодняшний день. В нашем регионе принимают точечные решения по ослаблению ограничительных мер. Так, с этой недели Роспотребнадзор одобрил постепенный переход к плановой работе медучреждений. Обсудили на совещании и готовность к началу эпидемиологического подъема острых респираторных сезонных инфекций. Что касается занятий в школах, то и главный санитарный врач России, и губернатор Новосибирской области еще раз подтвердили, при соблюдении всех норм занятия будут проходить в привычном формате. Задача номер один, которая перед нами стоит, это подготовиться и без какой-то всплеска, без проблем войти в учебный год, причем в привычном, очном для нас формате обучения. Хотелось бы пройти осень и зиму так же ровно, как мы прошли прошедшую зиму 2019-2020 года. В Куйбышеве начали подготовку к 300-летию города. В Барабинске построят новую школу. Там же заработают и Центр амбулаторной онкологической помощи. Эти и другие решения были озвучены в ходе рабочей поездки главы региона Андрея Травникова в Куйбышевские и Барабинские районы. Тему продолжит Оксана Тимошенко. Это все конкретно хорошо, качественно. Из окна даже приятно смотреть. Я помню, в каком виде этот гараж был два года назад. Как новый, да? Вот сейчас. Сегодня станция скорой помощи располагается в комфортном двухэтажном здании. Его отремонтировали по поручению губернатора. Из бюджета области выделили больше 28 миллионов рублей. Теперь у дежурных бригад есть все условия. Комнаты отдыха, кухня, теплые гаражи для спецмашин. Следующая точка маршрута – сквер спортивный. Вот эти спортивные снаряды уличные, они стали пользоваться тоже вот спросом. И юноши, девушки в 5-6 утра уже занимаются на вот этих вот спортивных сооружениях. А вот городской стадион 67-го года постройки требовал серьезной реконструкции. И это тоже одно из поручений губернатора. Строители начали заливать первый бетон. Здесь появится несколько спортивных площадок, футбольное поле, круглогодичные, легкоатлетические дорожки. Какая задача стоит перед нами в этом году? По крайней мере, поставить полностью всю трибуну, запустить тепло в январе месяце. Строительство ледовой арены «Факел» в Куйбышеве ждали. Больше 350 миллионов бюджетных рублей помогли осуществить мечту нескольких поколений куйбышевцев. Спасибо депутатам, кто включался в этот процесс, Владимир Васильевичу Лаптеву. Потому что, зная эту историю, она очень тяжелая была. Местность, значит, дополнительный проект, переделка проекта. Но, тем не менее, сегодня мы видим красивейший дворец ледовый. И это не только сама арена с искусственным льдом, но и раздевалки для спортсменов, медицинский кабинет, хореографический тренажерный зал с уникальным оборудованием. Как это специализирована ледовая дорожка. Вопрос скорости на играх увеличивается, улучшается техника катания. Как только этот тренажер появился, первое время было очень сложно на нем заниматься. Но потом привыкли и на льду гораздо уже увереннее себя чувствуешь. Показали главе региона и музей военной техники под открытым небом. Его создают по инициативе сенатора Владимира Лаптева при поддержке местных властей и общественников в сквере воинской славы. Одним из последних экспонатов стал боевой танк Т-34. Он участвовал в боях под Курском. Командовал экипажем уроженец Кочаневского района Григорий Колесников. Башню вырвало и днище вырвало. То есть погибли все. Нам очень хотелось, чтобы у нас был такой легендарный танк, для того, чтобы мы знали. И у нас ведь в Омске и в Иркутске готовились танкисты, поезжали вот эти трактористы наши Куйбышевского района, Варабинского. В планах установить в сквере памятник бывшему командующему воздушно-десантных войск Василию Маргелову, а также ракетную установку «Катюши» и торпедный катер. Этот парк будет увеличиваться у нас и в объеме, и улучшаться по инфраструктуре. Чтобы нашим детям, нашему подрастающему поколению было интересно, и они помнили, кто мы такие, чтобы наши корни никогда не забывались. Историческим для Куйбышева стало и воссоздание Спасского собора. Разрушенный в 30-е годы прошлого столетия храм вновь украсит старый центр Каинска-Куйбышева. Строительство, которое ведется на пожертвование, планируют завершить в 300-летие города. На федеральном уровне есть такая практика, когда к юбилею какого-то города или региона издается указ президента или постановление правительства, утверждается программа подготовки к празднованию юбилея. Есть предложение разработать и утвердить программу подготовки к празднованию 30-летия Куйбышева. Хочется помогать тем, кто что-то делает. Здесь собралась команда, которая многое делает для развития Куйбышева. Поэтому пока они это будут делать, мы будем помогать. В соседнем Барабинском районе губернатор оценил, как исполнены его поручения. В частности, ремонт участка дороги по улице Ломоносова и расселение дома на улице Льва Толстого. В этом году мы закончили расселение. Будет экспертиза и проект реконструкции, если это сообразно. Ну хорошо, а если нецелесообразно, то полтора миллиона мы просто так потратим? То, что расселили жители, это здорово, потому что, ну помним, сколько было недовольствия. Но теперь нужно принять правильное решение, что делать с этой территорией. Хорошо. В следующем году в районе намерены завершить реконструкцию ДК «Модерн». К ранее выделенному 31 миллиону рублей добавят еще 5 миллионов. Это позволит продолжать ремонтные работы зимой. Поддержал Андрей Травников и просьбу директора 93-й Барабинской школы Дениса Сударикова, озвученную от имени сотен родителей о строительстве новой школы. В здании 1936 года постройки сегодня учатся 580 ребят. Это нужно не только нам, не только нашей школе. Рядом у нас 47-я школа, которая сталкивается с теми же самыми проблемами, двусменность занятий, что, конечно, ну мешает, скажем так, организовать достойный образовательный процесс. Вот и если мы эту задачу решим, в Барабинском районе будет новая школа, то, я думаю, выигрыши будут абсолютно все и родители, и дети, и педагогический коллектив. Положительные изменения отметил глава региона и в системе здравоохранения Барабинского района. Выполнен первый этап капитального ремонта поликлинического отделения. Пациентам не приходится стоять в очередях. Построить в Барабинске детскую поликлинику немедленно приступить к разработке проектно-сметной документации поручил глава региона. В 2022 году на базе Барабинской ЦРБ откроют межрайонный центр амбулаторно-онкологической помощи, благодаря чему высокотехнологичную диагностику жители смогут пройти, не выезжая в областной центр. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Новосибирскую филармонию возглавил Александр Бочарников. Сегодня нового руководителя концертной организации представили музыкантам. Гендиректор филармонии пообещал обойтись без революции, но региональный Минкульт требует от него серьезно улучшить работу организации. Алексей Кудинов продолжит тему. Александр Бочарников для мира культуры и для Новосибирска человек далеко не посторонний. Он работал в нашем оркестре русских народных инструментов, также в театре «Глобус», а в последнее время трудился в Московском академическом театре «Сатиры», где занимался в основном работой со зрителями. В понедельник Александр Бочарников подписал контракт, а затем встретился с ведущими музыкантами, дирижерами, руководителями различных служб и коллективов самой большой филармонии страны. Времени на притирку у руководителей коллектива нет. На начало сентября назначено возобновление концертов, а сами музыканты только начали привыкать к изменившимся после пандемии условиям работы. Мы с вами со всеми познакомимся. Приду в каждый коллектив, переговорю с каждым сотрудником каждой службы. Но первоначальная задача для себя, я вижу, это, конечно, исполнение государственного задания, это обязательно наши... Которые мы еще переформатируем, увеличим вот так вот серьезно. Ну, я надеюсь, не в этом году. Да нет, конечно, не в этом. Уже в ближайшие месяцы филармонии предстоит возобновить Транссибирский арт-фестиваль и сыграть абонементные концерты прошлого сезона. Среди новых задач больше выступать в области и осваивать площадки в спальных районах Новосибирска. У нас с вами два зала, восемь площадок новых школ от 500 до 750 мест актовых залов с суперзвуком и оборудованием, плюс Краснообск, плюс Криводановка, все новые, и плюс 30 районных ДК, отстроенных и отремонтированных. Мы ввели, вам повторяю, Чистая Слобода, Стрижи, Плющихинский жилмассив, новые залы от 540 до 750 человек. Абонемент немедленно детский, классический, джазовый и какой-то, а я туда еще киноклубы для детей хочу. Я работал в русском академическом оркестре, как здесь уже было сказано, а еще здесь не было сказано. Я сотрудничал с фольклорным ансамблем «Рождество», и я Новосибирскую область в свое время исколесил вдоль и поперек. Поэтому я сейчас с удовольствием поеду и посмотрю, что мы можем предложить жителям области, и мы найдем какие-то удобоваримые форматы в каждом районе. Александр Бочарников сменил Бейбита Мухамедина, который отработал на должности гендиректора 4 года. Топ-менеджмент в филармонии также усилили экс-директор театра «Глобус» Елена Алябьева и Виктор Буланкин. Они будут заниматься, соответственно, финансами и работать с организованными туристами и официальными делегациями. Добавлю, что первый после большого перерыва живой концерт в филармонии запланирован на 2 сентября. И ближайшая задача – придумать, как рассаживать зрителей. Алексей Кудинов, Борис Гладких, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. От забора летней зоны ночного бара до окна пенсионеров – 3 метра. Пожилым людям такое соседство не по душе. Они утверждают, что каждый вечер им мешает спать. Внизу текла ельцовка. И вот где-то здесь стояли избы. Красноармеец нашел тот самый дом, где жила Александра вместе с родными и во дворе заметил мальчика. Это был Володя, его сын. Внутренняя экспозиция Хэлафэма пока закрыта для посещения. Рассмотреть можно работу только на фасаде здания. Но и здесь всегда можно найти что-то новое, ведь его облик постоянно меняется. Бар в частном доме – беда для соседей. В Черепаново пенсионеры вступили в противостояние с местным предпринимателем, который выстроил летний дворик для гостей своего бара вплотную к их участку. Пожилые люди утверждают, что постройку он возвел незаконно и хотят закрыть заведение. В ситуации разбирался Александр Шпак. Чита Тороховых больше 30 лет живет в небольшом доме возле старинной церкви. Место уединенное, тихое. Но два года назад, уверяют пенсионеры, тишина покинула эти края, когда их сосед открыл на своей территории ночной бар с приветливой вывеской «Оптимист». Этим летом отстроил гостевую зону вплотную к границе их дома. И тогда жить стало еще хуже. От забора летней зоны ночного бара до окна пенсионеров 3 метра. Пожилым людям такое соседство не по душе. Они утверждают, что каждый вечер им мешает спать. Громкая музыка и пьяный гомон людей, которые веселятся за этим забором. Когда закон о тишине нарушили впервые, Сергей и Антонина обратились в полицию. Мне сказали, что они шумы там не измеряют уровни. В общем, судитесь. Везде говорят, судитесь. Это издевательство надо мной, что судиться с хозяевами жизни. Пенсионеры сетуют. Мало того, что сосед покой нарушает, так еще и заблокировал задний двор их дома. Из-за чего теперь они не могут подогнать осенизаторскую машину. Законного способа убрать забор нет. Администрация Черепанова это подтверждает. У него все оформлено. У него земля в собственности находится. Тем более у него нет никакой капитальной застройки на этом участке. По закону он все выполнил правильно. Что незаконно, так это шуметь после 10 вечера. Бизнесмен Антон Деге утверждает, что это правило заведения соблюдает строго. Громкую музыку на улице включают не сотрудники бара, а посетители. Автомобилисты возле входа. За них он не в ответе. А ситуацию с забором видит совсем иначе, чем соседи. Земля в его собственности. Пока не была нужна, разрешал пользоваться. С читой Дороховых хотел все решить мирно. Но те, уверяет коммерсант, сами начали войну. По-людски я подходил, говорил. Я говорю, давайте, я за свой счет сделаю вам трубу, выведу ее поближе туда, к улице, где за забором. Чтобы машина, ас машина подъехала, выкачала и все. Он сказал, ты здесь строиться не будешь. Чтобы примирить соседей, мы организовали для конфликтующих сторон очную ставку. Ведь бизнесмен был готов оплатить пенсионерам прокладку трубы. Но при встрече Дороховы заявили, что последний и вовсе не делал им такого предложения. А коммерсант ответил сухо. Передумал. От досады. Если договориться у них не выйдет, нечистоты выйдут из канализации и зальют оба участка. Ни администрация, ни полиция этого предотвратить не сумеют. Александр Шпак, Александр Егоров. Новости ОТС. Другим темам. В Новосибирской области после почти полугодового перерыва возобновили работу детские дошкольные образовательные учреждения. Наша съемочная группа побывала в одном из них и выяснила, какие меры принимает педагогический состав, чтобы обезопасить детей. Воспитанники детского сада из группы Непоседы в игровой форме пробуют себя в разных профессиях. Сегодня, как никогда, актуальна профессия медика, поскольку к здоровью ребят, вышедших из затянувшегося карантина, особое внимание. Каждому измерять температуру и полученные данные заносят в журнал. Все для того, чтобы не допустить вспышки вирусных заболеваний. Детишки выходят со справочками, берут в детской поликлинике. Обязательно анализы кал на яйца, глист, соскоп на энтеробиоз и отметка о карантине, что в контакте с больными не были. Из последних нововведений подтверждение того, что в окружении ребенка нет ковидных больных. Получить пакет справок дело нелегкое. Может быть, поэтому садик сегодня заполнен лишь на четверть. Из 390 детей пришли около 90. Но руководство учреждения подчеркивает, в детском саду все готово. Помещение отремонтировали, в группах установили бактерицидные лампы. А температурную проверку ежедневно проходят не только дети и их родители, но и педагогический состав. Все обязательно обрабатывается. Игрушки два раза в день обрабатываются. После мероприятий на улице это тоже все обрабатывается воспитателем, младшим воспитателем. В некоторых моментах, когда идет трудовая деятельность, это делается вместе с детьми, чтобы они понимали, как это все обрабатывается. Что же касается самих детей, то воспитатели отметили. Малыши многое забыли из дошкольной программы. Но педагоги обещают наверстать упущенное. Дома засиделись. Не каждый дома мог заниматься в домашних условиях с детьми. Я думаю, что все довольны. И родители, и ребятишки в первую очередь. О том, что встречи со сверстниками ребята ждали, говорит Шум и Гам на детской площадке. Каждый ребенок в своей возрастной группе, каждый под присмотром. Так выглядит образовательный процесс в дошкольных учреждениях Новосибирска, который был приостановлен на время пандемии. А самое главное, что каждого ребенка удалось оторвать от экрана телевизора, планшета или другого гаджета, что наверняка имело место во время карантина, когда дети сидели дома. При этом специалисты считают, что избежать распространения вирусных инфекций все равно не удастся. Это было всегда. Но и прерывать учебный процесс ребенка все равно не стоит. Дмитрий Белькевич, Алексей Баженов, Новости ОТС. Государственные служащие должны стать ближе к людям, даже при дистанционном обслуживании. Пока примеры, к сожалению, обратные. Сегодня это подчеркнул глава Новосибирской области Андрей Травников. В России расширяют функции портала госуслуги. Новосибирская область – первые десятки регионов по внедрению управленческих инноваций. Эту информацию озвучили на оперативном совещании у губернатора. Глава региона подчеркнул, что форсированные темпы – не главная цель. Сейчас необходимо провести анализ качества предоставляемых услуг. В первую очередь нас оценивают не потому, как мы общаемся, а потому, что мы делаем и как решаем вопросы, с которыми к нам обращаются люди, и как в конце концов оказываем те самые услуги, которые мы сегодня обсуждаем. И в первую очередь на этом мы должны быть сконцентрированы. Услуги мы должны оказывать быстро, оперативно, удобно для наших клиентов. Герой соцтруда, бывший директор Новосибирского завода полупроводниковых приборов Александр Брыкин отметил столетний юбилей. Он прошел Великую Отечественную, был тяжело ранен, но смог вернуться в строй и встретил победу в Праге. После войны работал инженером лаборатории, а затем стал директором завода. Кроме того, активно занимался общественной работой. С юбиляром встретился мой коллега Анатолий Харитонов. У сына, внуков и правнуков есть повод ревновать его к работе. На завод полупроводниковых приборов Александр Иванович уходил ни свет ни заря и редко возвращался раньше 11 вечера. Почти 40 лет подряд, пока не вышел на пенсию. И все же в этой семье любовь к отцу и деду, кажется, не знает границ. На протяжении всей моей жизни это был человек, которому можно было сверять часы. Свои жизненные часы. В том смысле, что он был всегда примером. Дед был лидером, тягачом. И, собственно, семья, вот я еще раз повторюсь, это то, в чем дед всегда черпал свои силы. Александр Брыкин – пятый ребенок в семье строителя Транссиба и дочери помещика. Родился в Забайкалье на станции Хилок, где на тот момент еще не закончилась гражданская война. Японцы ушли только в 1922 году. Подростком сбежал от полуголодной крестьянской жизни. Объездил полстраны на поездах, прячась в металлических ящиках под днищами вагонов. Бродяжничал, но вскоре понял – дома лучше. Вернулся, окончил школу. Поступить в Московский электромеханический институт железнодорожного транспорта не смог. Не хватило одного балла. Фиаско не сломило юношу. Устроился инструктором, по-современному корреспондентом газеты «Стахановское знамя». Накопил денег и отправился в Томск, в педагогический институт. В 1938-м, сдав экзамены, стал студентом физико-математического факультета. В ВУЗе встретил Лялю. Так сокурсники называли Сашу Манаенкову, будущего историка. Влюбился, но война разлучила их. Александр Иванович служил в стрелковом полку, отличился в боях на Курской дуге, обеспечил бесперебойное снабжение артиллерийских батарей снарядами. Его наградили орденом Отечественной войны второй степени. Русский солдат во время Отечественной войны был морально устойчивый, был сильно воодушевлен с желанием победить. И мы победили. Войну закончил в Праге, оттуда на Украину. Наводить порядок в Ровенской области, где бесчинствовали бандеровцы. Он, конечно, писал «Любимый в Новосибирск», но за шесть лет разлуки почти забыл ее голос. И вот демобилизация. Фронтовик на крыше вагона, потому что внутри мест не было. Мчится в Киев, оттуда в Москву и, наконец, приезжает в город Наоби. Это сейчас тут магазин, а в 46-м году был овраг. Внизу текла ельцовка. И вот где-то здесь стояли избы. Красноармеец нашел тот самый дом, где жила Александра вместе с родными, и во дворе заметил мальчика. Это был Володя, его сын. Я долго к нему привыкал, потому что у меня был дядя, который я называл папой. Потом папе, который вернулся в фронт, это сильно не нравилось. У меня было два папы. Но потом, как говорится, я к нему привык, и вот так мы стали жить вместе. До войны Александр и Александра не зарегистрировали брак, поэтому Владимиру дали фамилию матери. После того, как семья воссоединилась, Володя так и не стал Брыкиным. Все уже привыкли, что он манаинков. Мальчик редко видел папу. Тот работал на заводе полупроводниковых приборов. Главным инженером, потом директором. Я ношу лауреатство и премию. Это благодаря тому, что мы разработали и выпустили громадное количество электронных изделий полупроводниковых. И это тоже заслуга была Брыкина. Завод был настолько хорошо организован, настолько много выпускал продукции, за наши продукции стали очереди. На работе требовательный руководитель в семье, добрый папа и дедушка. Он ставил пьесы в домашнем кукольном театре, озвучивал роли. На репертуар, наверное, большое влияние оказали спектакли Образцовского театра Сергея Образцова «Кукла». Но там был и цыганский хор, там были всевозможные парочки. В общем, и куклы, стилизованные под популярных тогда артистов советской и зарубежной эстрады. То есть писались сюжеты. Домашние окрыляли его. Наверное, поэтому юбиляр – многогранная личность. Александр Иванович ремонтировал старые ламповые телевизоры соседям, увлекался фотографией, зимней рыбалкой, играл на музыкальных инструментах, собирал коллекцию песен советской и зарубежной эстрады. Анатолий Харитонов, Константин Менин, Новости ОТС. Музыкальные возможности за Шиверской церкви впервые представили широкая аудитория. В субботу в Музее под открытым небом Института археологии и этнографии Саран состоялся концерт колокольного звона. Посетителям продемонстрировали, как старинная церковь звала на службу и как на пожар. Алексей Кудинов продолжит тему. Спасание рукотворного образа или Зашиверская церковь – один из самых интересных экспонатов этого историко-архитектурного музея. 320 лет назад церковь стала духовным центром русского Заполярья. Ее возвели в небольшом городе Зашиверске. Это на территории современной Якутии. В середине 19-го столетия поселение опустело, но около полувека назад церковь и колокольню обнаружили и перевезли в Новосибирск ученые. Конечно, она была в плохом состоянии. И каждое бревно нужно было обработать химическими веществами. Для этого сделали очень большие ванны, но их было не так много. И каждое бревно должно было находиться в этой ванне полтора, до половины, до полтора года. Какие-то были бревна заменены, какие-то были поставлены новые. Это такой сложный процесс. Но дерево есть дерево. Оно все равно подвергается всем воздействиям природных явлений. Церковь в состоянии близкой к первоначальному вернули уже давно. Но голос колокольня обрела лишь несколько дней назад. На зводницу подняли семь современных и дореволюционных колоколов. В эту субботу обычные посетители музея впервые услышали не только рассказ об истории Зашиверской церкви, но и разные виды звонов. Если колокол говорит «к нам», когда зовет на молитву, то во время набата он зовет «к нам, к нам, к нам, к нам, к нам, к нам». Это звучать могло примерно так. Полдвека назад экспедиция академика Окладникова обнаружила в Заполярье два колокола, которые теоретически могли принадлежать Спасской церкви. Копия одного из них, возможно, тоже скоро зазвучит во время экскурсий и концертов. Проводить их в музее планируют регулярно. В ближайшие – в конце августа и начале сентября. Уже сейчас становится понятно, что колокольня должна жить. Здесь колокола должны появиться, наверное, на постоянной прописке. И тогда действительно этот звон, который мы сегодня слышали, и который слышали люди, и не хотели уходить, он здесь будет возвещать, переносить. Даже мы с вами звонили. Как бы переносимся в это прошлое, и история Сибири оживает. Алексей Кудинов, Андрей Иванов. Новости ОТС. Новосибирские райтеры расписали новую арт-площадку. Ею стало старое здание в Центральном парке. Там можно будет не только посмотреть чужие работы и оставить свои, но и освоить азы граффити на мастер-классах. Екатерина Новгородцева выясняла, в чем разница между искусством и вандализмом. Красочно, необычно, воодушевляюще. Именно так можно описать галерею 100 квадратов. Это не просто выставка, это пространство для самовыражения. Халло-фейм открыт для всех граффитистов. Халло-фейм предполагает рисование без разрешения. То есть сам по себе халло-фейм – это уже согласованная площадка. И прийти может любой художник, любой райтер со своими материалами и изобразить работу. Поэтому вот, то есть если смотреть, ну в субботу открылись и вот сегодня уже появились новые работы. То есть прошло буквально два дня. Внутри здания постоянная экспозиция. Стены украшают работу 15 художников со всей России. Какие-то написаны специально, некоторые были созданы давно, но тогда ушли в стол. Роман Есин занимается граффити больше 10 лет. За это время организовал две персональные выставки, участвовал в крупнейших международных фестивалях. Сейчас он куратор Халло-фейма. Лет пять назад, наверное, это все равно было такое. Что-то странное, не знаю, если можно так выразиться. А вот последние годы у нас часто проходят фестивали. Ну понятно, этот год у нас такой, мы его за скобки выносим, но так постоянно какие-то фестивали, какие-то движухи, мероприятия. То есть это здорово. Индустрия развивается стремительно. И все же мест, где можно легально расписать стены, немного. В Новосибирске это единственное. Площадка всегда в распоряжении граффитистов. Внутренняя экспозиция Халло-фейма пока закрыта для посещения. Рассмотреть можно работы только на фасаде здания. Но и здесь всегда можно найти что-то новое, ведь его облик постоянно меняется. Какую работу перекрыть, решение исключительно художника. Все зависит от отношения к граффитисту внутри комьюнити. Екатерина Новгородцева, Алексей Погудин, Новости ОТС. У волейбольного локомотива теперь есть живой талисман. Клуб взял под опеку лосей из зоопарка. Спортсмены будут помогать содержать животных. Подробнее о новых подопечных команды в сюжете моих коллег. Это Прохор, любимец публики. В зоопарк он попал 6 лет назад, еще лосенком. Сейчас у самого Прохора многочисленное потомство. Двух детенышей в начале лета сотрудники зоопарка выпустили на волю. Сузунский заказник. А еще двое живут вместе с родителями. Теперь у лосей появились опекуны. Шефство над ним взял волейбольный клуб «Локомотив». Выбор символичен. Лось – талисман клуба. Здорово, да, клуб такое правильное решение принял, что помогают животным, содержать лося, помогать зоопарку. Это очень здорово. Так что постараемся почаще сюда приходить всей семьей и тоже посматривать, как тут живет. Программа опекунства существует в Новосибирском зоопарке уже больше 20 лет. Любой желающий может финансово помочь в содержании животных. Рацион лосей незамысловатый. Однако требуется много сил и времени в процессе заготовки. В основном у них, конечно, растительная пища. Это трава, ветки, сено зимой. И также веники. То есть основная часть – это то, что наши сотрудники летом заготавливают осиновые веники, сушат их и потом всю зиму кормят животных. Кроме живого талисмана, этим летом у «Локомотива» появился и новый маскот. Это улыбчивый мультяшного лосяша сменил «Локос» с куда более свирепым видом. Мы приходим побеждать. И такой лось, я думаю, заряжает на победу. Он злой, подкачался, был на сборах в период пандемии. И сделал с собой невообразимые вещи. Теперь он более мужественный и брутальный. Смена «Маскота» – одна из частей ребрендинга клуба «Локомотив». Летом обновил эмблему, форму и теперь представил талисман. Дебют «Локоса» состоится 16 сентября, когда в Новосибирске стартует второй тур предварительного этапа Кубка России. Кристина Латта, Тарас Тарасов, Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Здравствуйте. Прогноз на 18 августа. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Влажность 63%. Температура ночью плюс 13-15, днем плюс 24-26. В последующие двое суток будет облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Температура воздуха в среду плюс 20-22, в четверг плюс 18-20. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Отличного настроения и оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok